Конечно, дождь дождем, ну а работа по расписанию. Привет, друзья! Сегодня едем домывать женщине фронт, пол. Мойка уже загружена, порядок наведен. Все, что осталось, это доехать до клиента и начать, и закончить. Сегодня будет попроще, никакой мебели нам перетаскивать не нужно. Но она еще позвонила, сказала, что у меня что-то проблемы с айсмейкером. В общем, с чем-то у нее проблемы, и нужно посмотреть, что у нее там с трубками творится. Итак, наши проблемы на сегодня. Вот у нас эта бедная трубка, которая подлежена к этому очень свежему новому холодильнику. Ее нужно обрезать и поменять вентиля вот эти вот. Так, а вот это вот что здесь внизу? Дрейлайн, что ли? Так, в общем, что я сделаю? Я просто вместо двух поставлю сюда один и сделаю разветвление. И тогда все. У меня должно получиться единственный нюанс, что вода вечно течет. Сейчас зачистим перед всем, как отрезать, пока вода не течет. С болом, да? Сейчас мы берем ножик, который черт-то нигде. Прямо. Все, вот эти усинцы надо защищать, потому что это плохо. После этого можно ставить винт Самый большой нюанс это включать здесь воду, потому что здесь такой большой эмитр И вода включается вот аж там и дождикой Я уже открыл, самое главное полностью открыть Вроде вода уже перестала течь, можно буквально открывать Фух, я мое Ну все, пошли проиграть работу Еду от клиентов сейчас в магазин Хломдипа и тут один на одном домике Такие миллионники стоят И вот таких вот смотрите, хотя бы под 5-6 клиентов и все, можно все время только на них работать Роллс, Ройсы стоят, Рейндж, Роверы Самое интересное, что в этом районе, ну не то что самое интересное То есть в этом районе очень много людей, которые готовы платить И даже если, например, ты скажешь, например, за какую-то работу 100 долларов, они подумают, что ты плохой мастер Именно вот в этом районе Потому что они думают, что минимальная цена за работу должна стоить долларов 400-500 Ну за тот вид, который я делаю, грубо говоря Поэтому реально иногда приходится чуть-чуть завышать, хоть сильно не хочешь Но завышаешь цену, чтобы человек думал, что это профессионал, он берет много и делает хорошо То есть за вот этот вентиль обычно я беру, ну, 60 долларов Но сейчас нам надо еще, типа, лайн проложить к холодильнику, поэтому чуть дороже А так я сегодня скажу 300 долларов за вот эту вот работу Только лишь за вот этот вот кусочек А еще нужно ей помыть Брайвэй перед домом Поэтому хорошо заработаем сейчас Нормально Итак, мы в Home Depot В переводе Домашний склад Вообще тут The Home Depot То есть Конкретно Тот самый домашний склад Так В руке у меня переходнички, которые мне нужно купить Ну, не то, что переходнички мне нужны Я знаю, что вот это вот надевается на На холодос Но его, скорее всего, будут менять, поэтому это всегда не надо будет ему в будущем А это у нас на На посет Так Ну, что, надеюсь, найдем Так Вот он, стеллаж со всеми прелестями и не прелестями, которые нам понадобятся Так Ну, что Где тут наше, что-то наше Так, вот это вот хорошо, а это у нас плохо Эх Отлично, делено Найти то, что нужно Все, я на месте В общем, у нас на нюансе Обычно Можно Так, где мой свет Вот этот Массет Который перестал работать Но он работает Я думал купить Насадку просто на вентиль Но их все раскупили, как дикие люди Поэтому я вот такой вот тройничок сделал Туда flexible line Туда у нас фосит Фосит, кстати, тоже не работал, потому что вентиля не работали Теперь все будет работать Осталось только Подключить старый Холодос Который будет чиниться Или, скорее всего, меняться Но это уже не наша задача Проблема Наша задача уже Благодаря выполнена Мне вообще сказали Просто линию вот так вот кинуть и все Не знаю, подключать Заодно и не лилась Вода из фосит Знаете, за что? Вот это вот аэратор Тут, короче, было просто дофигища мусора Сейчас тоже много Но уже чище Во всяком случае Как-то львется вода До этого ощущения не лилась Ну, они уже заплатили Сейчас мы будем чистить этот драер вент Драер вент Блин, драй вей Видите, вот тут Чемазенький Черненький Все это сейчас очищается Потому что за дело берется Профессионал по имени Вова Готовый Вот вы сказали, да Сделать его подъемник Чтобы заглянуть Я уже на самом деле Спасибо за совет Я об этом думал Но Походу Когда Это Людей Многих мыслей сходится Значит так оно и должно быть Надо сделать А пока Используя технику Подъема тяжелых грузов Буду все делать Как обычно Вруч Но Бью Я уже плюс-минус приноровился Как это делать Сначала надо Наклонить Потом Взять И Аккуратненько Оставить Так вот спину не наторвешь Так, ладно Надо работать Все Подключаем Старые Сложки Подключаем Свои В принципе Готовы в бой Смотрю Свою машину Убрать Драйвэя Там он Не крутится Так Я решил взять за драйвэя 500 долларов Но Немножко Пришли Мне кажется Во всяком случае Но я думаю Что за 3-4 часа Я это справлюсь Сто пуду Сейчас времени у нас в 12-ом Я еще наверное Дополнительно пройдусь У нее фронт И попробую Если повезет Отмыть ей Вот эти вот кирпичики Итак Перед тем Как завести аппарат Нужно Спустить давление Заполнить Систему водой Потом я пройдусь По кантикам А потом Буду использовать За круглую штуку Где вода? О! Все Заодно Польем растения Людям Все На самом деле Это Должно быть достаточно Все Система заполнилась Сейчас еще чуть-чуть подожду Чтобы так каша перестала Сейчас Пополиваем Как приятно Когда отмывается Да? Ну все 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 чисто Все помыто Все вымыто Это Остаточное Весь пацан намок На время собираться За эту работу я заработал Сейчас сколько Кстати время? Тойота открыта Говорит нет Сейчас времени Три часа Пять минут За три часа Я останавливался Вот таким вот Частичком Подъезда Все Теперь работаю Сидим Кстати я им Вчера Вчера Цен не назвал Сейчас возьмут Еще и не согласятся На самом деле Не расстройся Я уже достаточно Честно Короче Я уже и сам Отказался от работы Ну не то что отказался Я немножко Подустал Когда едете Не забывайте пожалуйста Пристегиваться В общем Просто в чем получилось Что мы тут минут 30-40 болтали Там дедуля с бабулей 84 года им Ну они любят поговорить Это нормально Я тоже люблю с клиентами Разговаривать Но они с женой не могут договориться Какой унитаз им менять В каком месте Куда менять Пошло и поехало И вот мы минут 30-40 решали Я вообще как бы Они там хотели уже туалет в двух местах менять Но Короче К чему это я Я им давал советы Куда лучше поставить Куда не поставить Где сэкономить денег Где не сэкономить Потому что несмотря на то что я хочу заработать деньги В то же время я хочу сэкономить деньги Клиентам А сам заработает понятно И все Мы короче во вторник договорились Что я приеду И поменяем резинки Ваня И поменяю унитаз Сказал цену 420 долларов Они согласились И сказали Оуки-доки Ой Мне прямо надо ехать Все Теперь у меня казалось Должен быть выходной Но Позвонил клиент и говорит Ого У меня что-то на кухне Поэтому едем помогать Это кстати Еще одна из причин Почему я отказался От этого заказа сегодня Потому что я не успею Два заказала в одно время Походу надо кого-то из вас спросить Чтобы вы уже начинали со мной ездить У меня кстати есть идея Я не знаю как это правильно воплотить То есть у меня уже есть подписчики Которые живут где-то здесь Или там Или они бездельники Или у них нет Ну не то что бездельники То есть у них нечем заняться И они вот сидят Думают Блин вот поездил бы с Вовой Посмотрел как устроен мир Хендимэна И я уже готов к этой оппортуенте Я не знаю возможности Которые вам Ну чтобы вам дать Вдруг может кто-то из вас будет потом со мной работать В общем надо как-то придумать День с подписчиком Я думал что уже пора Да Так что если что пишите Можем придумать как-нибудь Будет у меня насыщенный денечек Если будет Я вас возьму с собой И с радостью погоняю Так У нас течет вот здесь Пу-дум Пу-дум Сейчас Просто я думаю подожмем Надеюсь что поджатие поможет Да и судьба не получилась Будем менять и вот это и вот это Так ну как всегда мне фортанул Первый этаж Второй Двухэтажный дом Но воды не идет Слава богу Я решил что если в 6 вечера Дело не пошло по плану Потому что трубка все равно течет И это все трубка которая в фосит встроена Ее не поменяешь Не закажешь Ничего не сделаешь И люди захотели Говорят А мы все равно давай поменяем фосит Сделаем Купим какую-нибудь новую поставим Я сказал что давайте я вам за 50 долларов поменяю Этот дополнительно фосит Фосит это смеситель Кран на кухне Не обязательно на кухне Но это вот это вот Смеситель Да Фосит смеситель Договорились что завтра утром я приеду Все поменяю Потому что я пытаюсь щемить У меня завтра там Какой-то разбитый день Непонятно Никуда щемить сильно невозможно Ну давайте с самого утра приеду Поменяю Надеюсь что все пойдет на плану В итоге мне заплатят За то что я сегодня поменял вентиль Поставил шланг Завтра поменяю еще вентиль Один Я поставлю кран В общей сложности Мне заплатят 250 долларов Другой бы клиент заплатил долларов 400 Но я уже такой Думаю Где-то мой косяк Где-то не мой косяк Потому что надо было На самом деле сразу видеть Там вентиль капал И капал шланг на фосити Я уже за одну работу Денег попросил 150 долларов Они уже были готовы дать А оно все равно тепло Я говорю Ну ладно Мой косяк Поэтому скидка вам Ну и все Утром начинается С отключенной воды Да Мы решили с самого утра Восемь утра Сделать замену Потому что весь день расписан Так Ну что Отрубаем Да 180 градусов Воды нет Прикрывать Чтобы никто не упал И идти работать Вручную Так Ну что Все сжато Можно это вынимать Краники Теперь спокойно Без каких-либо проблем Уставить новое Портное все наружи Сейчас зачистим место Ставим новый фосит За совет Мне нравится очень Потому что у него Много разных этих Вот этот самый Мой любимый Сначала Выпускаем Без шалта Без вот этой штуки Забьется с ней грязи А теперь Нужно так Вот это вот Мое самое любимое Так Смеситель стоит Клиент доволен Вова заработал Тоже счастлив Едем к следующему Клиенту Это человек Который Недавно я сушилку Сушил Сушилку Блин у меня вообще штырит Еще утро Кофе не попил Вот надо заехать сначала Кофе попить Чинил сушилку И очистил И помните Надо вентилятор его починить Вот сейчас Едем это делать И так Работаем снаружи Только что прошел дождик Мне вообще прям фартануло Ой, е-мое Чуть не навернулся Все что нужно нам Это отрезать В первую очередь Это у меня с собой Ой, как хорошо Сижу Пока что утро Сейчас отрезаем Там помните Был металл у нас Самое главное Чтобы он легко слезал Начнется сейчас проблема Я на самом деле Решил, что я буду Наверное использовать эту И попробую вычистить ее И посмотреть Как она будет работать Если нет, то поеду Куплю новое Хотя чувствуется у меня Что поеду Я наверное за мной Так нафигачиваю Сюда силиконом Ну капец Сначала я сейчас вот это Выпрямлю Вырежу У меня тут еще инструмент есть После этого Начну заниматься Этой фигой Каждый раз Отгибает Отгибает Оттуда Линт Сверхать Одежды Все А потом Аккуратненько По чуть-чуть Ножничками Предоставлены Уважаемым подписчикам Мы еще с Украиной Шли Так что Вдвойне Приятно работать А еще Когда двумя Ужками работаешь Вообще идеально В тот момент Когда ты понял Что очистить не получится И лучше в идеале Купить новый В магазин А у них только Белая Я конечно решил Может быть возможно Мы просто поставим Вот такой вот Я думаю Что это не принципиально Просто лучше в цвет попасть Чем будет такой коричневый Рядом с ним белый Вообще Ни в какие рамки не лезет Она смеет слева менять Но Блин Это дополнительная работа И зачем мучиться Так что я сейчас возьму вот это И если Чаще заеду в Хом Дипа Если в Хом Дипа не будет Поставлю вот эту Такую вот Такую вот Штуку 21 век И его технологии Позволили мне Проверить Хом Дипа Магазины И сказали что Ребята Только такое В лучшем случае Поэтому ее выставить Ну что Готовы к финальному виду Ну в общем Выглядит как-то так Достаточно нормально Сильно не отличается Ну Если не считать только кору Там у нас все нормально Все работает Силикончиком зафигачено Все Работа закончена Членой заказ закончен 150 долларов заплатили На где-то 15 долларов А дал за вот эту вытяжку Вент Теперь Странствуем к следующему клиенту У него Валивается полка Я не верю Что я сейчас все буду чинить Потому что у меня следующий клиент Через час Полтора И Если Если повезет Я успею Если нет То не успею Просто приеду к ним попозже Но хотя бы сейчас Посмотрю Какими мне надо эти Рейки покупать Так Решила сделать сегодня Вот эти вот Отпали Сейчас мы поставим Майки Сюда И и и все Так Молодим Что у нас все подойдет Отверстие подойдет Или нет Да Подошли Это хорошо Это очень хорошо Постарый сломался Потому что Подшипники И там в конце Было не закручено все Все Теперь делаем как положено Так Ну все Полочка встала на место Слава Богу Хорошо все обошлось Не переносился Сделал сразу 150 долларов За такой ремонт Но там материалы Стоили долларов 20-25 Поэтому ну вот так вот Единственное Что еще не попало на кадр Я два раза ездил в магазин Я не снимал Потому что ну что Поехал купил Давай-давай-давай-давай-давай-давай Чувак иди Один раз неправильно Развер купил В общем Подумал что 24 А надо было 22 И все Все Теперь Следующий заказ Следующий заказ Это пока что Эстимейт Надо поменять лампочки Как вариант А может подчинить балласты Будет видно Это будет сейчас коммерческий Дай мне считать Так Это 2 балла Внутри И Внутри 18 балла Да Я куплю все балла И вернусь Хорошо Так Ну что Договорились и хорошо 30 долларов за то что я вкручу лампочки Если придется менять на LED То соответственно все будет больше На сегодня мы не смогли Потому что у них сейчас будет класс через час И я за это время не успею Я показал лампочкам Съезжу будет 23 минут потрачу Я сейчас наверное конечно съезжу Все таки их куплю А там Уже во вторник Вернемся и Наладим бизнес А пока Следующим клиентам Ну и пока я заехал домой на обед Мне позвонили Осталось что лампочки наверное менять не надо Наверное для них Это оказалось немножко дороже чем они ожидали Ну а задешевле я работать не буду Потому что много непредвиденных Но ничего страшного Клиентам больше Клиентам меньше Пробьемся Так Хотите вверсти Хотите нет Но блин капец как жарко работать Но когда проделанная работа Работает Можно в принципе и попробовать ее Вот как здесь хорошо а Как влажненько Влажненько Еще тут момент Когда мойка себя не оправдывает Ну не то что не оправдывает Просто вот эта клетка Нифига не хочет отмываться Я тут уже бьюсь Пытаюсь все отмыть Но не сходится Поэтому я наверное откажусь от этой работы Сегодня на мойке не заработаю Итак У меня есть такое маленькое правило Если мне не нравится Проделанная мною работа То я за работу денег не беру Ну соответственно что я там Грубо говоря не работает За то что я установил эти спрееры Мне заплатили там 350 долларов 100 долларов за предыдущие А это за то что я наделал стенку Который должен был залез Но тем не менее Несмотря на то что С одним заказом грубо говоря не подвезло Потому что сегодня должен был заработать долларов 600 Так Застегнуться на этой мойке Кстати мойка уже полностью себя отбила То есть я уже заработал на ней 1300 Потратил на нее 1250 Поэтому все что дальнейшее будет связано с мойкой Это уже чистая прибыль полностью То есть мойка дошла к мне Грубо говоря бесплатно Позвонил мне человек Который мне сегодня отказал в том Чтобы мне поставить лампочки Говорит слушай я поговорил с боссами И сказали все таки чтобы ты приехал И доделал Ну доделал Сделал работу Поэтому работа вернулась обратно Там на лампочках я заработаю Порядка 300 долларов Which is not bad Я бы сказал Все Еще один на сегодня заказ И Хорош Вот смотрите Я приехал домой И Дашуля приехала домой У нас уже полная синхронизация с ней Она с работой Я с работой Сейчас я переоденусь правда еще на один заказ А пока давайте спросим Как дела индусочка? Нормально Даша у меня фанатик риса И спайси риса Но к сожалению или к счастью Такой рис можно купить только в индусской кухне Я вижу что мне пришло извещение Дашуля затарилась в индусского риса Давай я тебе помогу малыш Хочешь что-нибудь Сейчас будет кушать А мне что-нибудь дела? А ты не будешь индусского сам? Ты мне взяла что-нибудь? Это на двоих А да? Ну ладно Говорил Ты что простыла что-ли? Ужасно Так давай я съезжу за водой Я сам съезжу Еще один заказ свой Но сначала поедим индусской кухне А что ты взяла? Лэмп? Да О лэмп вкусно И казалось бы Пацан должен был ехать на работу Но пока мы с Дашей ужинали Даша даже слышала Мне звонит клиент и говорит Вова Если ты устал То давай ты сегодня не приедешь Я говорю Да нет без вопросов Я приеду Все сделаю Ай говорит Давай так Ты отдохни сегодня Я хочу чтобы ты ко мне приехал отдохнувший Приезжай завтра с утра У меня клиентка была Которая позвонила сегодня днем И я говорю Что в течение сегодняшнего дня Я вам точно помогу Она говорит Я конечно очень ценю Что ты там хочешь мне помочь В любое время дня и ночи Но я хочу чтобы ты был отдохнувший Поэтому давай поспи Отдохни А утром мы с тобой увидимся Это было даже Как Не знаю Капелька такой надежды То что Хороший у меня клиент И заплатит хорошо Ну не в любом случае Заплатит 150 долларов А тем временем Мы пришли с Дашей Даша смотрит какую-то фигню непонятную Зачем Которую ей никто не купит Не, не надо потому А сейчас купим водички Едички И пойдем отдыхать На этом видосик пошел к концу Все Счастливо До следующего